Привет! Меня зовут Айси Лу. Это канал ЮниРус, канал, где вы изучаете русский язык. Сегодня урок номер 62. Если вы не знаете, то внизу есть ссылка, линк на этот сайт. Сегодня вы можете открыть этот веб-сайт и делать задания вместе со мной, как на онлайн-уроке. Сегодня мы с вами продолжаем изучать причастия, активные причастия в прошедшем времени. На прошлом уроке мы с вами изучали настоящее время. We have studied the present active post-participals. Сегодня мы изучаем в прошедшем времени. Давайте, как обычно, задание номер один. Послушаем аудио и закончим диалог. Слушаем. Здравствуйте, Кирилл Максимович. Здравствуйте. Я хотел бы спросить вас, как чувствует себя человек, заработавший свой первый миллион в 20 лет? Нет. Нормально. Но мне нравится, когда обо мне говорят, как о человеке, создавшем самую большую фирму фейерверков. Почему? Для меня это важнее. Мне нравится мой бизнес, принесший не только деньги, но и удовольствие от работы. А чем вы сейчас занимаетесь? Сейчас я уже не так много работаю. Женившись, я стал больше времени проводить дома. И, конечно, родившийся недавно сын требует внимания. Спасибо. Отлично. Если вам нужно, вы можете послушать еще один раз. Итак, вы видите здесь диалог с правильными ответами. Я думаю, что вы тоже его понимаете. И вы уже понимаете функции причастия. Вы видите, что оно в прошедшем времени. Очень классное, милое интервью, я думаю, да, бизнесмену. Итак, давайте посмотрим задание 2. Тоже послушаем этот диалог и закончим его. Давайте слушать в первый раз. Ты сколько лет замужем? Уже 4 года. А ты недавно вышла замуж? Да. И я не могу понять, почему с моим мужем произошла такая перемена. А ты еще не знаешь, что мужчина до свадьбы и женившийся мужчина – это два разных человека? Это как? Ну, если раньше вы могли сидеть в кафе до ночи и обсуждать новый фильм, то после свадьбы он приходит домой уставший или выпивший пиво с друзьями. Если раньше он, интересовавшийся твоими делами, мог говорить с тобой о твоей работе и коллегах, то после свадьбы каждые выходные он будет проводить на футболе и с друзьями. Ужас! Это правда? И зачем я вышла замуж? Это нормально. Ты еще не слышала, что говорят женившиеся мужчины о своих женах? Вот это настоящий ужас. Очень смешной диалог. Если вы хотите, да, послушайте еще один раз и закончите его. Это очень-очень смешной диалог. Давайте посмотрим на интересные конструкции. А ты недавно вышла замуж. Вышла замуж. Мы используем to get married for woman. Вышла замуж. Так. Да, я не могу понять, почему с моим мужем произошла такая перемена. Перемена – есть два значения слова. Перемена – это пауза в школе. Или перемена – это change. И something has changed. Часто мы говорим «произошла перемена». The change happened. Так. Мужчина до свадьбы, женившийся мужчина – два разных человека. Я думаю, это понимаете. И все остальное, в принципе, вы тоже должны знать. Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях. И мы уже встретили с вами в этих аудио причастие в прошедшем времени. То есть студент, читавший книгу – это студент, который читал книгу. Давайте посмотрим, когда мы используем и как мы формируем это. Здесь аналогично, как и с настоящим временем, as in present, мы можем заменить эту конструкцию with, с которой, который читал. Например, студент, читавший книгу – студент, который читал книгу. Студент, прочитавший книгу – студент, который прочитал. Знаменитый поэт, написавший много стихов. Знаменитый поэт, который написал много стихов. Как вы видите, да, здесь нет разницы между имперфективным и перфективным глаголом. Мы используем имперфектив, да, например, писать – писавший, и перфектив – написавший. Правило, как обычное. Как мы формируем? Давайте посмотрим, что для этого нам нужно. Как и в настоящем времени, мы берем форму они. Они – работал. Например, работать – работал. Что мы делаем? Мы убираем – л. Now we throw away, take away – л. И берем суффикс – в-ш. We add the suffix – в-ш. И окончание прилагательного. The normal ending of adjectives. Masculine, feminine, neutral, and plural. Например, работал – работавший. Она – работавшая. Работавшее. Поработать. Перфектив. Поработал – поработавший. Поработавшая. Поработавшее. Поработавшее. Знать – знал – знавший. Узнать – узнавший. Смотреть – смотрел – смотревший. Посмотрел – посмотревший. Говорить. Говорил. Говоривший. Сказать. Сказал. Это имперфектив, это перфектив. Говоривший. Сказавший. Сказавший, сказавший, сказавший. Я не буду повторять. Встречаться. Встречался. Встречавшийся. Встретиться. Встретился. Встретившийся. Отлично. Есть также глаголы движения, немножко нестандартные. Идти шедший. Вести вёсший. Нести нёсший. Расти росший. Давайте посмотрим. Идти шедший, который шёл. Вести, это to have, to take in a car. Нести, to take with yourself. Расти, to grow. Это не глаголы движения, кстати. Отлично. Вы посмотрели, как мы формируем. Когда мы используем. Давайте тренироваться. Посмотрим на задание 3 и напишем суффикс. Закончим суффиксом. Итак, вы видите правильные ответы. Суффикс был всегда в ш, кроме семь. Роза выросшая. Это исключение, вы помните. Расти здесь просто ш. Без в. Отлично. Давайте с вами повторим формы. Я читаю, вы повторяете. Читавший. Очень редко мы это используем. Уехавший. Позвонивший. Выросшая. Поступивший. Посмотревший. Учившийся. Отлично. Давайте сделаем задание 4. Здесь вы должны написать причастие прошедшего времени, активное. В. Мескалом сингела. В единственном числе. В мужском роде. Итак, здесь вы видите правильные ответы. Остановите видео. Сравните со своими. Надеюсь, у вас всё правильно. И давайте посмотрим на задание 5. Здесь нам нужно перефразировать. Слева у нас есть люди, которые раньше занимались спортом, меньше болеют. Нам надо использовать партисипл. Три части. Люди, раньше занимавшиеся спортом, меньше болеют. Остановите видео. Сделайте. И проверим вместе. Итак, вы видите правильные ответы. Давайте я вам прочитаю. Вы проверяете и повторяете. Вот здесь смотрите. Мы здесь не используем. Мне позвонил друг, который уехал, уехавший. Который работал, работавший. Который построил, построивший. Которые находились, находившиеся. Который интересовался, интересовавшийся. Который купил, купивший. Отлично. Да, это трудные формы. Чтобы произносить, нужна практика. Да. И давайте сделаем задание номер 6. Тест. Спортсмен, победивший на соревнованиях. Это чемпионат, чемпион, чемодан. Это чемпион. Чемпион. Номер 2. Студент, закончивший университет. Это бакалавриат, баклан, бакалавр. Бакалавр. Номер 3. Человек, проигравший все деньги в казино. Это неудачник, чемпион, счастливчик. Это неудачник. Первый человек, полетевший в космос. Это Нейл Армстронг, Луи Армстронг, Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. И последнее. Человек, потерявший все деньги на бирже. Это. На бирже это сток. Банкрот, неудачник, богач. Банкрот, я думаю. Отлично. Надеюсь, что эта тема была для вас понятна. Спасибо вам большое. Не забудьте поставить лайк. Напишите комментарий. И до следующего урока. Пока.